Дональд Трамп сегодня провел первую встречу с главой иностранного государства после победы на выборах. В Нью-Йорке он встретился с премьер-министром Японии Синзе Абе. Перед этим он принял посла Израиля в США. Рон Дернер заявил, что еврейское государство рады перспективе сотрудничества со всеми членами администрации Трампа, включая его главного советника Стивена Беннона, которого многие в США считают расистом и антисемитом. Израиль не сомневается, что Дональд Трамп – истинный друг Израиля. Мы не сомневаемся, что новоизбранный вице-президент Майк Пенс – настоящий друг Израиля. Он один из самых больших друзей Израиля в Конгрессе, самый про-израильский губернатор в стране. И мы будем рады работать с администрацией Трампа, со всеми членами администрации Трампа, включая Стива Беннона, и рассчитываем, что Американо-Израильский альянс станет самым крепким в истории. Журналисты пытались выяснить у посла Израиля, почему он отдельно упомянул Беннона. Глава депмиссии оставил этот вопрос без ответа. Отмечу, что накануне фракция демократов в Конгрессе написала письмо Дональду Трампу с призывом не назначать Стива Беннона, создателя ультраправого медиапортала BrightBard News, своим главным советником. Дональд Трамп называет Беннона генералом своей компании. На обвинения в расизме, антисемитизме и женоненавистничестве в лагере Трампа не реагирует.